Женщина должна знать, как устроен этот мир вокруг нее. Во-первых, она должна знать, как она должна, какой она должна быть, как тоже к ней вести себя с ней должны люди. Она должна знать, но не должна требовать. Она должна знать, что это получается в результате моей эскезы. Потому что каждая женщина знает, что с ней надо ласково, нежно себя вести по-доброму, защищать ее и так далее. Но это результат твоей собственной силы, твоей эскезы. Надо понять, как устроен этот мир. Что когда человек не делает правильно по отношению ко мне, так действует моя судьба. У судьбы всегда судьба это горка, которую надо перейти. Ну, допустим, он грубо себя ведет, не нежный. Ну, значит, надо в него вкладывать нежность и строгость одновременно. Если только нежность, он еще грубее будет. Только строгость начнет война. А если нежность и строгость одновременно вкладывать, то ты переходишь через горку. И когда ты переходишь через горку, то там наверху будет у него благодарность в сердце сначала появится. А потом появится раскаяние, и он начнет правильно себя, постепенно учиться правильно себя вести с тобой. Но есть исключения. Если мужчина невежественной жизнью живет, он пьет, изменяет, бьет. Вот. И так далее. Бандитом как бы живет очень теневой бизнес какой-то страшный, допустим. Тогда в этом случае нужна сильная дистанция. И просто молитва и служение Богу. Также служение мужу, но это служение мужу его не поменяет. Вот молитва поменяет. Ну, то есть, есть в целом три типа дистанции. Если человек хороший, ну эгоизм всегда есть, да, в отношении. То есть, станция минимальная. Просто пытаемся объяснять, заботиться. Если человек сильно настроен на свое личное счастье, это называется жизнь в страсти. Человек хочет прежде всего своего счастья. Ну, как бы не против твоего тоже. Это называется жизнь в страсти. Он не противопоставляет свое счастье твоему. Но живет ради себя при этом. Тогда дистанция больше. Надо заботиться о человеке и вдохновлять его своим примером на духовную жизнь. Пока человек не почувствует вкус Бога, вкус Бога не почувствует, он ни за что не откажется от жизни для себя. То, когда человек чувствует чистоту, бескорыстие, тогда он способен жить для других. И вот это знание, как жить счастливым, оно приходит человеку только через откровения, идущие через сердце и совесть. Это очень сложное постижение истины в целом. И если ваши близкие люди, допустим, вообще этим не интересуются, они как в тумане живут, знайте, что это нормально. Так живут 90% людей на земле, в тумане просто. Вы самые лучшие люди в этом городе. Такие же самые лучшие люди входят во все храмы в этом городе, в разных традициях духовных. Но в основном остальные люди, они все как в тумане живут. Если вы, допустим, говорите, вот лекции хорошие, человек не реагирует, значит сердце его еще не коснулось истинно, он еще не готов развиваться как личность. Он просто живет в тумане своей мечты. Он пока не знает, что эта мечта здесь, ей не суждено сбыться. Он не знает, что нужно знание, аскезы, правильное понимание вещей, и тогда счастье приходит в жизнь. А просто вот если ты в бреду мечты своей живешь, тогда ничего не получится. Поэтому молитва, она разрушает неправильное представление. То есть есть служение человеку, оно топит сердце, служение. Вот чтобы служить, надо иметь силы. Вот допустим, вы говорите, да я ему служила, он вообще негодяй, он очень неблагодарный человек. Все люди в этом мире неблагодарны, все до одного, потому что все эгоистично настроены. Но если вы служите и примерно, и параллельно строго себя ведете, доброта и строгость вместе делает человека благодарным, отрезвляет его. Но это, чтобы это делать, надо Богом быть наполненным. Надо учиться молитве, надо учиться не зависеть от человека, потому что когда ты зависишь, ты допустим, приготовила, хочешь, чтобы он похвалил. Это желание похвалы, это означает небескорыстное служение. И оно не дает благодарности назад, а наоборот отвращение. Как один мужчина говорит, а я сам себе готовлю. Я говорю, а почему, он говорит, потому что когда жена готовит, это слишком дорого стоит. Я не готов платить такую цену, говорит. Она потом мне выносит мозги целый день, говорит, за это, что она мне приготовила. То есть она ждет назад, то есть она приготовила, ждет, где счастье, давай, деньги заплачены, где услуги. Это отношение в страсти называется, отношение в страсти. Женщине легко служить близкому человеку. Она, ее природа служить, женская природа служить. Заботиться для нее легко. Для всех людей тяжело заботиться, но для женщины гораздо легче заботиться, чем мужчине. Женщине легко служить мужу и детям, легко. А мужчине легко служить социуму, обществу. Но жене и детям ему служить тяжело. Зато ему легко отдавать плоды служения. Допустим, мужчине легко отдавать деньги в семью. А женщине легко служить. Конечно, любому человеку трудно отдавать свои деньги. Но женские деньги я бы вообще не стал никогда брать. Потому что женские деньги имеют горячую природу. И они незабываемые. Вот если, допустим, женщина отдала в семью свои деньги на что-то. И мужчина, не дай бог, не дай бог потратил на себя. Это большая ошибка. Потому что она этого никогда не забудет в своей жизни. Никогда. Незабываемые женские деньги. Она может тебе тысячу раз приготовить обед, но если ты деньги ее на себя потратил. Это все страшное дело. Я что-то не так говорю, женщина? То есть, когда мужчина не может пол вымыть, он потеет, когда пол моет. Вы ему говорите, ну что тут такого сложного? Взял и вымыл. Я вот каждый день мою. Ну ты моя дорогая женщина вообще-то. Он мужик.